Вот смотрите, очень часто на фотографиях не видно вот этих эффектов. Вот смотрите, вот у нас лежат два апельсина внизу. Вот они оранжевые. На них светит свет, от них свет отражается. Ну, совершенно очевидно, что отраженный свет от апельсинов попадет сюда, на горшок. И даст вот эту оранжевизму. Очень часто на фотографиях этого не видно. Очень часто вот это вот сбивает с толку всех начинающих. Очень часто на фотографиях вот здесь лежит очень жесткая и темная линия. Вплоть аж до вот такой. Вот фотография поэтому и плоская. При всех своих нюансах, хороших там, передаваемости, четкости изображения, она где-то вот такая здесь. Глубокие тени здесь лежат. В живописи это непозволительно. Живопись тем и живописна, что она позволяет отслеживать нам подобные казусы. Ну, теперь попробую все это убрать. Вот посмотрите, насколько симпатичнее сейчас становится, когда здесь появляется оранжевый мюхлик. Ну, теперь осталось, что остановить апельсин. Ну, мы знаем, что ничего сложного. Кстати, вот этот дальний апельсин, смотрите, сначала рисуем дальний. Он не даже красноват. Он не оранжеват, а красноват, поскольку он находится в тени. А потом вот этот дальний прикрываем вот этим светлым. Ну, и блики где-то здесь от желтого. Они не могут быть так ярки, как на цвету. Вот на этом дальнем апельсине самый яркий цвет, наверное, будет все-таки рефлекс. Даже не свет, падающий на него, а вот рефлекс. Это будет самое светлое место. Вот он находится в тени. И вот эти рефлексы его выдают. И вот эти рефлексы его выдают. По аналогии, заводим до ума и два нижних. Чуть-чуть свет на самую нижнюю просто. Ну, тоже вот раз, два, три. Если четвертую сделать такую же светлую, то это не сильно будет тоже красиво. Даже не будем пробовать это. Чуть-чуть сделаем ее при глушении. Мог сюда свет попасть, и она тоже могла быть такой же светлой, как эти верхние. Ну, это, возвращаясь к вопросу яблок. А, апельсинов. Скорее всего, что чередование, то есть четыре в ряд, это уже слишком. Я просто добиваюсь нужного мне оттенка. То есть это не сильно принципиально. Скругляем немножко ступеньки. Так, чтобы это было похоже на рукодельные санторийские ступенечки. Добавляем таких вот вкусностей. Опять вернемся вот к этому углу. Много о холсте я уже сегодня говорил. Создается такое ощущение, что плохому танцору... Ну, я к тому, чтобы больше уберечь вас, чем себя. Вот вы, честно говоря, можете сами наблюдать о том, что происходит на холсте. Смотрите, с каждым наложением краски он становится все ярче и ярче. Хотя до этого был достаточно ярок. Но это говорит... А краску я не меняю, я все ту же кладу. Это просто говорит о том, что холст просто впитал в себя все вещество. То есть и красочный слой ужух. Как говорится в старом фильме, говорит, храните деньги в сберегательных кассах, если они у вас есть. Это то же самое. Покупайте хорошие холсты у проверенных производителей. Избегните массы... Или избежите, как правильно сказать. Чуть-чуть подтемняя верхушечку в проступе и чуть-чуть высветляя ее нижнюю часть. Обязательно следим за касаниями. То есть не доводим до низа и не дотягиваем до верха. Вот, создаем такую мутную подложку. Значит, двигаясь, опять же, возвращаемся к рассуждениям. По форме самих ступеней. По форме стекания с них влаги. То есть влага текла и оставила следы. Кстати, вот на фотографии вот этого всего нету. Но, опять же, возвращаясь к тому, с чего мы начинали. Чем отличается фотография от живописи. Ну и вот эти вот верхние, они достаточно солнцем выбелены, освещены. То есть они в таком контрасте находиться не могут, не должны и не хотят. Кусочек ступенечки нижней попал в сверху. Ну, я так захотел. Ну и... Какие-то потеки сюда пустил. Ну, чтобы уж не так кукольно было. Вообще, конечно, вот эти... Санта-инийские картинки, они такой некой кукольностью славятся. Яркостью. Но, опять же, это очень при поверхностном рассмотрении. Если, как бы, достаточно углубиться в процесс изучения... То, что мы пишем, мы... Вот это вот всё мы там заметим. Оно присутствует. Фотография скрадывает. Ну, существует ещё такое дело, как фотошоп. У современных художников... А, фотографов. Ну и у художников тоже есть такой инструмент, как фотошоп. Ну, не пренебрегают. Пользоваться услугами. Чуть-чуть... Поэстетствуем. Добавим такой вот пушистости горшку. Не горшку, а тому, что из него растёт. Здесь уже могут присутствовать такие седые-седые. Почти белые. Но, обратите внимание, вот посмотрите на тихо. Это не белый цвет. Белёсости. Освещённой травы. Всё время не забываем о глубинных тенях. Сейчас это уже даже добавляется в коричневый, синим. И тени становятся ещё вот эти глубже. Мы насыщаем цветом, насыщаем и насыщаем. Ну и очередь пришла у нас. Вот к этим друзьям. Тот же самый принцип. Вот если вы хотите поработать с окружностью, с рефлексами. А вот у вас тут много может быть разного рода экспериментов. А можно и мастефинчиком. Одним движением. Всё тот же цвет. Выверенный мазок. Прицелились. Набрали. Определённое количество краски. Прицелились. Поставили. Ну и какой-то, опять же, мастефиновый свет на листочки, которые достаточно хорошо будут звучать из этой мутноты. Темноты. Какой-нибудь отдельный блик. Такой некий вырез. Этого дерева можно даже решить вот так. Кirli pallier. Уходим измена. Уходим измена. Выверный море. Криво уменьшил предусмотрение. Уходим измена на листочке. В заключении мы немножко подусилим теневые, которые убого спрятались. Кстати, обратите внимание, сколько я раз к ним возвращался. Последние проверки. Последние штрешочки. Ну вот. Ну вот, собственно говоря, и всё. Такая миленькая интерьерная работа. Она по зубам каждому из вас. Мало того, это востребовано. Как я уже говорил, заказчику понравится. Наши туры, опять же, спортивные методы. Такая миленькая интерьера. Такая миленькая интерьера. Такая миленькая интерьера.